Посещение врача для жителя Подмосковья может обернуться тюрьмой. Его подозревают в нападении на педиатра. Эта история получила широкий общественный резонанс после того, как о ней рассказал в соцсети известный блогер. Однако подозреваемый считает пострадавшим себя и обвиняет врачей в дискриминации. В деталях этого скандального дела разбиралась наш корреспондент Дарья Малахова. Каждый раз, выходя из дома, Фахаридин Эсматов не знает, станет ли этот день для него последним на свободе. Он рискует стать обвиняемым в уголовном деле о нанесении телесных повреждений фельдшеру детской поликлиники. Скандал с его участием не так давно взорвал интернет-пространство. Это произошло после публикации блогера Евгении Комаровой. Я сейчас просто в жесть в каком бешенстве. Мне позвонила моя приятельница, которая работает фельдшером. Ее сегодня на работе избили. Татьяна Болзина, которая находится на 20-й неделе беременности, сейчас в больнице на сохранение. И историю рассказывает ее подруга, та самая блогер. По ее словам, посреди рабочего дня к ней в кабинет ворвался пациент и потребовал справку для своего ребенка. Сына с ним не было, поэтому фельдшер отказала, а в ответ получила удар по лицу. Правда, сам Фахаридин утверждает, что медика и пальцем не трогал. Это все клевета, потому что я к ней близко не подходил. А то, что у нас был славянский конфликт с ней, из-за моей национальности. Гражданство России Фахаридин получил пять лет назад. Но это обстоятельство якобы мало волновало пользователей соцсетей, среди которых начали распространять фотографии фельдшера с синяком на половину лица. Позже выяснилось, что это фотомонтаж. Это подтверждает и жена Эсматова, которая все же получила нужную справку через 10 минут. Зашла и получила справку у этого же самого фельдшера в присутствии другого врача-педиатра. Девушка спокойно занималась своими рабочими обязанностями. У нее никаких следов травм не было. Она не жаловалась на свое здоровье. В травмпункт фельдшер обратилась спустя два часа после происшествия, закончив свою рабочую смену. Согласно заключению, внешних следов побоев у нее не обнаружили, но диагностировали ушиб мягких тканей лица и правого предплечья. Фахредина задержали в этот же день. Возбудили в отношении него уголовное дело о хулиганстве. И над ним нависла перспектива не только получить судимость, но и лишиться российского гражданства, которого он так долго добивался. Поэтому он подал в отношении блогера заявление с просьбой привлечь к ответственности за клевету. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также свидетелей и очевидцев происшествия. По результатам разбирательства будет принято решение в соответствии с установленным законом порядки. Блогер виноватый себя не считает. Говорит, хотела привлечь внимание к беззащитности медицинского персонала. У меня совершенно искренне непонятные заявления в мой адрес относительно клеветы. И то, что я рассказала про эту историю, я рассказала про нее совершенно и обезличенно, не называя ни имен, ни адресов, ни тем более фамилий. Помочь разобраться в этой истории могли бы камеры видеонаблюдения, если бы они были установлены в кабинете детской поликлиники. Но запись не велась. Поэтому следователям предстоит тщательно выслушать обе стороны, прежде чем сделать выводы. Дарья Малахова, Мария Королева и Артем Невский. Экстренный вызов.